Ребят, смотрите, в истории биткоина уже происходит кое-что очень интересное. Оно заключается в том, что государства начинают осознавать, что с биткоином они особо сделать ничего не могут. Они могут только присоединиться. Они не могут его запретить, а могут только присоединиться. Его можно только принять и наслаждаться весельем. Наслаждаться сообществом. Наслаждаться и радоваться веселью. Потому что буквально, ребята, вот что такое биткоин. Все биткоины мира сосредоточены в этой картинке, ребят. Ясно? Вы можете спросить, а как это так, все биткоины вот здесь? Смотрите, вот буквально эта картинка, которая включает в себя монеты Сатоши. Майкростратеджи, монетки Майкла Сейлора, тоже в этой картинке. Понятно? Это две тысячи слов, по-моему. Две или четыре тысячи. В общем, несколько тысяч. И это слова из словаря, с помощью которого вы можете создать приватные ключи. Таким образом, концептуально, вы можете выбрать 12 случайных слов из этого списка и разблокировать кошелек биткоина. Любой кошелек, потому что так работает биткоин. Когда вы создаете биткоин-кошелек, берутся случайным образом 12 слов вот из этого списка. И вот так создаются, ребят, ваши приватные ключи. Это так работает биткоин. Я не уверен, что все зрители понимают, как это работает, потому что мы показывали это видео в 2017-18 года, где объясняли, как работает биткоин. Да, точно, 2048 слов. И, кстати, поделитесь своим мнением в комментариях о том, знали ли вы это ранее или нет. В общем, то, как работает математика, заключается в следующем. Вы случайным образом выбираете 12 слов, объединив их в определенной последовательности, но никогда не отыщите кошелек, который содержит деньги, потому что количество комбинаций просто совершенно безумно. Но может показаться, что это довольно просто. Что там, взять, подобрать 12 слов случайным образом и открыть, чей-то кошелек. Но послушайте, количество комбинаций будет таким безумным, что вы никогда, даже если вы возьмете самый быстрый компьютер на Земле, и будете делать это каждую секунду времени каждый день, это займет тысячи лет, чтобы всего лишь найти один единственный кошелек, который будет что-то содержать, хотя бы один Сатоши. Но также это является применением принципа в криптографии того, как работает математика, и вы не можете, вернее, вы никогда не сможете найти кошелек. Вы можете попробовать сами. Возьмите, откройте Метамаск, вбейте туда 12 случайных слов и откройте чей-то кошелек, но он будет пуст. Но другой способ посмотреть на эту ситуацию, что является более повседневным и в большей степени является примером того, что каждый может понять. Такой, если у вас есть колода карт, и вы очень основательно их перемешаете, ясно? Прям очень хорошо перемешаете, у вас будет порядок карт в колоде таков, что никто в мире за всю историю человечества никогда ранее не имел. Она всегда уникальна. Если вы хорошо перемешаете колоду, у вас будет уникальная комбинация, потому что количество вариантов комбинаций карт внутри колоды является настолько большим, что даже больше, чем атомов во всей вселенной. Вы можете погуглить. Это 10 в степени 52. Вот такое количество комбинаций в колоде. При этом всего лишь 52 карты в колоде. А в данном словаре 2048 слов, которые можно комбинировать для биткоина. Поэтому это степени и степени большие, и подобрать это будет еще сложнее. Но в любом случае, если вам интересно, возьмите и загуглите всю эту историю. Но мне показалось это просто очаровательным. Ведь это всего лишь простая математика. Но почему мы говорим об этом концепте? Мы говорим об этом простом концепте, потому что регуляторы и государственные органы пытаются все это зарегулировать. Они хотят зарегулировать то, что когда ты случайным образом выбираешь 12 слов и получаешь кошелек, то... Чувак, ты не кастодиальный провайдер. Ты финансовый институционал. Ты должен соответствовать закону, как финансовый институционал. Человечина. Ты уголовник. Ты поддерживаешь террористов. Ты должен отчитываться и получить для этого лицензию. Звучит просто смешно. Это то, что они делают. Ты используешь 12 слов, и, чувак, получаешь собственный кошелек. Ты становишься поставщиком необлачного кошелька. Ты должен быть зарегистрирован, осуществлять KYC, потому что теперь ты банк. Тебе следует соответствовать тем же законам, что и банкам. Это то, что написала в своем законопроекте Элизабет Уоррен, который она сейчас пытается протолкнуть в Конгрессе. Она хочет утвердить закон, который говорит, что когда ты создаешь 12 слов, ты тут же становишься банком. Тут же. У тебя должен быть юридический отдел, ты должен идти и общаться с финансовыми регуляторами. Это типа, чё? Чё вообще происходит? Какой-то пиздец. И вот почему, скорее всего, этот закон не пройдет, потому что они не могут сделать такие законы, которые буквально их самих же и выставляют по смешищам. Кстати, кем они и являются?